Добрый день. О-хо-хо. Естественно, у нас очень тяжелая судьба у нашей Родины России и американцы, как могут и даже как не могут, всячески пытаются продолжать разрушение нашей страны. У меня есть статьи об этом и о Ленине, который уничтожили царизм, вывезли золото все в Америку через Свейцарию и уставили гражданскую войну и прогресс Первую мировую, Вторую мировую войну. На его совести не меньше сотни миллионов людей у Ленина. Так что нужно его отправлять куда подальше. Нечего ему делать на нашей территории. Не хотите, как хотите. Все равно это придется сделать. Вот так-то. Ну и дальше что пошло? Неохота говорить о травлении Сталина. Остальные отдельные статьи. Значит, он интересная личность, необычная. Тоже нужно будет еще пописать на эту тему, поговорить. Ну, и в конечном счете, это и Брежнева с Чазовым, который его посадил на Финансипам и сделал овощи. Значит, это и шпионы Андропов и Горбачев, где Андропов сделал все по указанию мирового правительства американцев, чтобы Горбачев захватил власть. Убрали Горбачева вовремя. Ну, а дальше американцы устроили Майдан, где подтянули для этого дела Лужкова. Этот журик нуждался именно в таком руководителе, как Ельцин. Он его вычислил, и это был Майдан. Как он орал там на Майдане в пользу Лужкова, Ельцина, Лужков орал? Ну, я сам это слышал, сам это видел, и не хочу даже говорить об этом. И вот таким путем журик нашел себе руководство, где можно было делать что угодно, абсолютно. И вот в этой статье, которую я рекомендую в заголовке, значит, и говорится, был такой чудесный журналист в 90-е годы, Доренко. И он, журналистка тогда была действительно свободной. И Путин потом, который пришел в это время, 90-е, говорил за свободную журналистику, Он все прекрасно, это красиво и правдиво нарисовал. Советую послушать. И именно там, сам Доренко выступает и говорит о том, что происходило в 90-е. Ну, Ельцин, это понятно. Значит, американцы в Гарвардском протоколе, в третьем томе, это Хьюстонский протокол по развалу России, говорилось, как переход должен быть в этот момент сделан в России, какого характера должен быть человек, который должен до конца разрушить коммунистическую партию и завершить развал СССР. Ну, и они выбрали Ельцина. Нашли человека, подходящего по психологическим показателям для этой работы. Вот так и появился Ельцин. И подзуженный народу подзудили, чтобы выбрали его. И сейчас уже те, когда думал, голосовал, сейчас все отказываются, что они голосовали за приход Ельцина. Ну, ясно почему. А Ельцин, отдельные статьи также читайте и слушайте мои. Там много говорится того, чего вы не знаете и даже не предполагаете. Значит, Ельцин привез из Якутии человека, схожего с ним по мыслям, по характеру, и который пил не меньше, чем он. И организм чудесно это все переносил. Уже утром он был готов к работе. Как и Ельцина, они быстро, чрезвели относительно, но и пили много. Ну, что могу сказать. Ельцин отдал Бородину, которую он привез, все права и сделал его главным по всему хозяйству в нашей стране России. СССР уже не было. И Бородин четко все сделал красиво. Значит, и поскольку он имел действительно большие возможности и был хороший хозяйственник, он многого добился. По словам, как-то более-менее нормально развиваться и в России. Хоть в 90-е были страшными годами, где благодаря указам Ельцина, что берите, что хотите, значит, и брали все, кто что мог. Разрушая, распродавая, все, значит, ну, это послушайте сразу у Малатову. Она хорошо говорит на эту тему. Там тоже есть статья, в которой она все это и рассказывает вам. Почитайте, почитайте то, что у меня стоит в моих сайтах. Они все центральные сайты социальные мною используются, поэтому найти несложно. Лев Орлов и что-то будет сразу. Вот такие дела. Ну, и, как говорится, уже где-то в середине, значит, Бородин привел к Ельцину Путина. И поскольку он не представлялся ему каким-то взрачным, сильным, личностью, а Ельцин боялся сильных личностей, он его принял. Путин говорил мало, ничего такого, чтобы могло как-то напрячь Ельцин, он никогда не говорил в то время. Поэтому он прижился и в конечном счете он уже здесь Доренко показывает его как премьер-министр. Это уже дальше некуда, это большая должность. И высказывание первое Путина. Он молодец был тогда. И глядя на Доренко, он понимал, что свободная пресса в нашей стране для развития жизни в таких условиях необходима. Ну, а дальше идёт жизнь и будет ещё продолжение и Доренко ещё посмотрите. В то время куклы были интересны, куклы посмотрите. И в этой передаче они есть. Она, конечно, большая, но я вам советую потратить эти полтора часа, потому что то, что вы узнаете, многое вы не знали. и там дана реальная оценка наших руководителей в 90-е. Потому что не один Ельцин был, ещё были люди, которые внесли свою долю. Тогда был и Березовский в рассвете сил, вытворял чудеса, многое, что было интересного. посмотрите к Примакову, ничего. Ещё будут статьи, которых вы многое узнаете. Ну, а сейчас вот то, что я вам советую, это стоит сделать, потому что история у нас от нас скрывается полностью. Правда не говорится и даже намёков нету. Поэтому почитайте, послушайте. здоровья вам и Родина. Родина самое дорогое, что у нас есть и русские. Родина это не шутка для русского человека. До свидания.